Из-за нехватки денег повладарские спортсмены не могут попасть на Олимпийские игры. Чиновники заявляют, что средств на подготовку конькобежцев нет и советуют тренерам искать спонсоров. В противном случае многолетний труд атлетов может оказаться бесполезным. О финансовых препятствиях на скользкой дорожке расскажет Тимур Айтмухамбетов. Бронзовый призер Олимпиады 98-го года в Нагана, а ныне тренер Людмила Пракашева, просит о помощи. Спортсменка ищет деньги, чтобы отправить своих воспитанниц на отбор к юношеским Олимпийским играм. В Олимпийском комитете заявили, что спонсировать намерены только юношей. Они, мол, более результативные. А поездку девушек пусть власти в регионах оплачивают. Но и в Павлодарском Акимате денег для спортсменок не нашлось. Да, денег нет. Денег нет не от того, что руководство наше не хочет нас финансировать, а от того, что произошла какая-то финансовая дыра в области. Я отношения к этому не имею и понять не могу, в связи с чем это связано. Потому что остальные регионы, допустим, Кустанай, Петропавловск, Восток, вообще все выехали за счет бюджетов. Работа с мячом на открытом воздухе, как часть тренировочного процесса. В отсутствие льда приходится поддерживать форму таким вот способом. Но для профессионального роста спортсмену необходимы соревнования. 17-летний Александра Примак на коньках стоит с 10 лет. Девушка мечтает вписать свое имя в историю казахстанского спорта. И по оценке тренера у нее есть все шансы, кроме главного – билета. Мы вынуждены тренироваться в таких условиях, без льда, без ничего. Тяжело, но при этом мы еще и бежать успеваем. Бежим мы очень хорошо. Отсутствие финансов – серьезная преграда на пути к вершинам спортивного Олимпа. Зачастую прославить нашу страну на международной арене удается тем, кто тренируется за ее пределами. Всемирно известный боксер Геннадий Головкин большую часть жизни провел на родине. Но прославился он за океаном. Теннисистку Зарину Диас в возрасте 6 лет родители перевезли в Чехию, где она оттачивала свое мастерство. Впоследствии это помогло стать ей первой ракеткой Казахстана. А новая звезда фигурного катания Элизабет Турсынбаева даже родилась не в Казахстане. Она тренировалась в Москве, а переехав в Канаду, решила выступать за родину своих родителей и удивила спортивный мир. Но в игровых видах спорта ситуация иная. Для сиюминутного успеха приглашают легионеров, которые косвенно не позволяют развиваться отечественным атлетам. Из чего следует, что у многих казахстанских спортсменов нет шансов прославить свою страну. Тимур Айтмухамбетов, Марат Тимуров, Информбюро, Павлодар.